Пророк поклонялся Аллаху в соответствии с религией Ибрагима Мирьяму. Он отправлялся в пещеру Хира и там поклонялся Всевышнему Аллаху. И он размышлял о созданиях Всевышнего Аллаха. Однажды, когда он находился в этой пещере, к нему явился ангел Джибриль и сказал ему читай. Пророк ответил, я не умею читать. Он сказал ему второй раз, читай. Он вновь ответил, я не умею читать. Потом в третий раз он сказал ему читай. И он вновь ответил, я не умею читать. И вот тогда были неиспосданы первые пять аятов суры Аллах. Читай во имя Господа Твоего, который создал. Вот с этого началось пророчество Мухаммада, саллаллаху алейху саламу. Пророк алейху салату алейху салам испугался вначале. Кто спешил вернуться к своей жене Хадиди. И он испугался за себя, подумав, что может быть то, что с ним случилось, это что-то от джина, какое-то наваждение. Она его успокоила. И она сказала ему. Возрадуйся, радуйся, потому что Аллах никогда тебя не опозорит. Такого человека, как ты, не может быть, что Аллах, субхану алейху саламу сделает так, что он будет, он окажется в каком-то таком плохом положении, или придут к нему джинны. И она повела пророка, алейху салату алейху саламу, к своему родственнику, которого звали Варакаду науфаль. И Варакад успокоил пророка, алейху салату алейху саламу. И Варакад сообщил пророк, алейху салату алейху саламу, что тот, кто приходил к нему, это был ангел Джибриль, тот самый ангел, который приходит к посланникам, пророкам. Пророк, алейху салату алейху саламу, это тот пророк, которым заканчивается цепь пророков, которых Аллах отправлял к людям. И Варакад сообщил пророк, алейху салату алейху салам, что он будет досаждать ему народ, будет снять его. Первый из людей, кто веровал в пророка, алейху салату алейху саламу, это его жена Хадиджа. Из мужчин это Абу Бакар с Сиддик, да будет доволен им Аллах. Из детей это Али, рады Аллаху саламу. Люди стали входить в религию Аллаха Всевышнего толпами.